здравствуйте дорогие любители искусства приветствую вас на канале про арт казалось бы что общего между огромными экзотическими цветами нью-йоркскими небоскребами и пустынными пейзажами нью-мехико их автор американская художница прославившаяся благодаря своим картинам с огромными эротичными цветами она прожила 99 лет 70 из которых писала картины эпатажная с необычной внешностью она поменяла преподавательскую деятельность на карьеру художницы музы и возлюбленной знаменитого фотографа альфреда стиглица всю жизнь она спорила с художественными критиками которые видели в ее цветочных картинах исключительно фрейдиское проявление женской чувственности и сексуальности а именно напоминание о женском лоне в ее цветах действительно скрыта страсть дурманящая и хищная эта женщина описала свой метод работы над картинами так я хочу как можно красивее заполнить пустое пространство и у нее это получалось в ноябре 2014 года ее картина дурман была продана на аукционе сотбис за рекордную сумму 44,4 миллиона долларов став самым дорогим произведением искусства созданным женщиной знакомьтесь первая американская модернистка просто звезда джобджа окиф для тех кто еще не подписан на наш канал обязательно подписывайтесь ставьте лайки обязательно пишите нам свои комментарии и делитесь видео с друзьями все это помогает продвижению нашего канала также хотим выразить огромную благодарность всем тем кто поддерживает наш канал финансово первые годы жизни джоджа провела на ферме в многодетной семье на северо-востоке страны 12 лет она решила что станет художницей несмотря на скромное положение 7 ей дали хорошее образование она училась в католической школе брала частные уроки акварельной живописи 16 лет и и отправили в интернат штат вирджиния где она успешно занималась художественной студии вообще джорджа была очень талантливой студенткой и возрасте 18 лет она поступила в престижную школу искусств института чикаго вот только сама система преподавания ей не подходила душа хотела не академизма а свободы свободу она получила но вот к сожалению в результате тяжелой болезни брюшной тип чуть не забрал ее жизнь после года лечения она не вернулась в школу и решилась на радикальный поступок переезд в нью-йорк этот город стал знаковым жизни джорджи здесь в лиге студентов художников нью-йорка она начала свою художественную карьеру здесь же спустя несколько лет прославилась и именно в нью-йорке она встретила свою любовь но это будет чуть позже в начале своего творческого пути начиная с 1912 года джорджио создавала уравновешенные выверенные композиции с ландшафтами и архитектуры она увлеклась идея симметрии немного отсылающий гармоничным полотнам эпохи возрождения это были работы немножко напоминающие виды через замочную скважину но предметная живопись быстро ей наскучила и она ударилась в абстракцию будучи преподавателем искусства в колумбийском колледже в южной каролине она создала серию абстрактных картин углем эти картины были очень необычными вспомните модный тогда супрематизм строгий и геометричный окиф использовала формы которые она видела в природе стремясь выразить природная стихийная своих рисунках эту серию углем можно назвать интуитивный конечно очень очень интересно с точки зрения техники окиф отправила свои рисунки бывшей сокурсницы которая жила в нью-йорке и которая втихую решила показать их альфреду штиглицу известному фотографу владельцу нью-йоркской галереи 291 он остался в восторге от работ джорджи назвав их самым чистым самым прекрасным и самым искренним что он видел ну а потом без ведома художница взял и выставил 10 и и абстракций в своей галерее на манхэттене закончилась эта выставка тем что джорджи переехала в нью-йорк влюбилась в альфреда и они начали жить вместе оформив брак он был не только ее мужем но самым преданным поклонником и арт-агентом в 1928 году он продал шесть ее картин скалами за фантастическую для того времени сумму 25 тысяч долларов разница в возрасте в 23 года любовь постоянное восхищение стиглица который видел в ней богиню он бесконечно фотографировал в период с 1918 по 37 год он сделал более трех сотен портретов о киф альфред маниакально документировал каждую часть ее тела и лица особенно восхищаясь ее руками и пальцами когда я просматриваю свои фотографии сделанные штиглицем 60 лет назад мне становится интересно кто же этот человек на снимках как будто вместо одной жизни я прожила несколько кстати о цветах киф прославилась своими огромными цветами и растениями за свою творческую карьеру она написала более 200 подобных полотен джорджи описала цветы с натуры увеличивая их в сотни раз чтобы передать свое собственное восхищение несокрушимой силы природы скрытой в маленьком и недолговечном растении для своих работ о киев чаще всего выбирала очень нежные и фактурные цветы калы и рисы маки дурман и петунии кстати ей очень нравился стиль арнуво стиль 1900 с его естественными природными линиями и любовью к растительным орнаментом может быть поэтому чаще всего у нее встречаются лилии и ирисы ведь они были типичными цветами арнуво на самом же деле художница по ее собственным словам хотела просто заставить зрителей на несколько минут оторваться от ежедневной суеты и выдохнуть посмотреть вокруг никто на самом деле не видит цветов они слишком маленькие у нас нет на это времени а на то чтобы увидеть необходимо время как и на то чтобы стать цветами друзьями поэтому художница писала цветы так как она их видела но для того чтобы другие люди увидели их ее глазами и приходилось увеличивать растения в сотни раз сама художница всегда отрицала всякие сексуальные фрейдистские интерпретации и искусства и как-то она даже заявила я ненавижу цветы я их рисую потому что они куда дешевле чем модели и они не двигаются ну конечно же это шутка ничто не ново под луной как мы знаем композиционная ее цветы созданы под влиянием пола стрэнда фотографа из близкого окружения штиглица сам стрэнд фотографировал изображения с очень близкого расстояния и формальная структура снимка разрушалась начинала распадаться на абстрактные геометрические фигуры собственно он повлиял на окиф кстати цветы художницы очень яркие сочные они бросаются в глаза не только формой но и цветом она была страстно увлечена изучением синестезии джорджия также играла на музыкальных инструментах и умеяла чувствовать цвет через музыку некоторые из ее абстрактных полотен написаны напрямую под впечатлением от прослушивания музыкальных композиций кроме того нам известно что она читала теоретические труды кандинского и с восторгом отзывалась о его книге о духовном в искусстве первый цвет который появился в ее работах это синий цвет самый духовный цвет неба и бога согласно василию кандинскому еще одной темой уже менее женской в творчестве у киф стали небоскребы нью-йорка художница была в полном восторге от современной американской архитектуры и начала писать городские виды из окна своих апартаментов на 30 этаже одного из отелей когда я рассказывала своих попытках нарисовать нью-йорк мне отвечали что это невыполнимая задача и даже мужчины с ней не справляются в этих довольно мрачных работах она обращается к направлению которое называется магическим реализмом необычная перспектива четко выверенная геометрия вневременный характер и пугающая пустота кажется что за городом наблюдает кто-то или что-то крах фондового рынка 1929 года совпал с разочарованием в личной жизни окиф в 30-е годы джорджия живет в нью-мехико засушливом горном районе на юго-западе америки после смерти штиглица она купила себе дом который назвала призрачная раньше она начинает писать черепа и кости животных пустынные пейзажи величественные горы и пустыня смерть и ощущение вечности ключевая тема ее искусство в эти годы останки животных найденные в пустыне казались ей странно более живыми чем животные гуляющие вокруг одной из самых известных работ этого периода стало полотно череп коровы красный белый и синий в котором окиф использовала очень популярная тогда сочетание цветов американского флага но мне нравится ее гавайские картины в 1938 году художница провела на гавайях 8 недель ей была предоставлена полная свобода творчеством она рисовала цветы и пейзажи традиционные гавайские мотивы вернувшись нью-йорк она закончилась серию из целых 20 полотен они очень жизнерадостные последние серии работ которую кив пишет перед тем как ослепнуть это абстрактное изображение рек дорог и виды облаков из окна самолета 77 лет джорджа начала свою самую большую картину полотно размером 7 метров ширину было натянута на стене в ее гараже более трех месяцев она писала облака стоя на лестнице потом уже сидя на стуле и ящики а под конец она просто лежала на полу джорджа кив умерла 6 марта 1986 года санта-фе в возрасте 98 лет оставив после себя более двух тысяч картин и рисунков когда я думаю о смерти говорила она то жалею лишь о том что больше не смогу увидеть эту прекрасную страну разве что индейцы говорят правду и моя душа будет бродить здесь после того как я уйду ее тело было кремировано а пепел согласно его воле был развеян от призрачным ранчо вот такой у нас сегодня трогательный выпуск а в это удивительной женщине напишите пожалуйста в комментариях знали ли вы об этой художнице прежде видели ли ее картины нетерпением жду ваших комментариев и остаемся на канале про арт